Как и все микрофоны Fifine, они выглядят дороже, чем их стоимость. За все время у меня уже побывали модели K669, K679, которым я до сих пор пользуюсь, а также наша звезда K690. Но это еще не все. Совсем недавно Fifine выпустили новый микрофон K658. Он имеет новый дизайн, RGB-подсветку, встроенный поп-фильтр, напоминающий микрофоны Shure SM7B. И, что самое главное, он динамический, когда все остальные модели были конденсаторные. Если хотите обзор и сравнение этой новой модели, конечно же, пишите это в комментариях, я постараюсь сделать. Fifine K690 имеет сразу три капсула для записи звука, а нужны они для того, чтобы микрофон мог работать в четырех режимах. Итак, первый режим это режим кардиоида, это у нас самый популярный во всех микрофонах данного типа. Он берет звук впереди говорящего. То есть, все, что происходит сзади, оно старается как бы не захватить. Он подойдет для записи закадрового голоса, подкастов и так далее для озвучки ваших роликов, как в данный момент я сейчас делаю. Далее, переключаем на режим всенаправленный. То есть, как видите, звук, возможно, поменялся. Я не знаю, ли вы его слышите, но теперь звук пишется полностью со всей окружности микрофона. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть, данный режим подойдет для записи каких-то инструментов музыкальных, а также для того, чтобы, конечно же, записать сразу много голосов. То есть, сделать какую-то конференцию, когда много человек сидит вокруг микрофона, и вы можете записать четко голос каждого. Следующий режим, который мы переключим, это у нас двунаправленный режим. То есть, он захватывает звук как впереди меня, так и сзади говорящего. То есть, подойдет для записи двух человек, которые будут друг напротив друга сидеть и записывать какие-то подкасты. Также, возможно, подойдет для записи каких-то инструментов. Если человек будет, допустим, что-то петь, а тот человек, который будет впереди него, играть, допустим, на каком-то инструменте, типа на гитаре. Итак, возвращаемся назад на мой самый любимый режим. Режим это режим стерео. То есть, он пишет стереозвук, он получается более такой объемный, и мне больше всего он нравится. То есть, как по мне, он более интересный, чем, допустим, та же кардиоида. Ну, я не знаю, смотря кому как, допустим, я, конечно, рекомендую весь этот обзор слушать, конечно же, в наушниках, потому что, если вы будете использовать какое-то портативное устройство, типа мобильного телефона, особенно там какой-то дешевый телефон, то вы разницы абсолютно никакой не услышите. Обязательно слушайте это все в наушниках. Все тесты микрофонов обязательно нужно слушать в наушниках, потому что зачастую на мобилках, на планшетах вы разницы абсолютно никакой не услышите. Также, что по органам управления. Чуть выше регулятора режима находится управление усилением микрофона, которое обычно держу в среднем значении, а на самой системе ставлю 80%. Есть кнопка включения и выключения, что сигнализирует зеленый индикатор, если микрофон включен, и красный, если выключен. Ниже находится регулятор громкости наушников. Эта полезная функция появилась еще в K679, которая позволяет подключать наушники прямо в микрофон и мониторит звук. А также через этот же вход можно подключить любую камеру. Используя, к примеру, вот такой вот кабель, конечно же, можно подлиннее, с двойным джеком, вы подключаете его напрямую в камеру и пишете качественный звук. И вам не нужно писать на компьютер и потом сводить звук со звуком с камеры. Самая главная особенность этих микрофонов в том, что для их полноценного использования не нужно докупать дополнительного оборудования. В том числе звуковые карты. Здесь она уже встроенная. И все, что вам понадобится, просто подключить микрофон через кабель USB в ваш компьютер. Как я и говорил в самом начале, до этого микрофона я использовал Fifine K679. Это предыдущая модель. И, честно говоря, по дизайну он мне нравится больше. То есть он более такой симпатичный. Но дело в том, что у него нет тех режимов, которые есть в этого микрофона. Здесь он пишет просто в кардиоидном режиме. То есть вы также можете подключить сюда наушники, регулировать громкость наушников и самого микрофона. И есть кнопка, конечно же, включения-выключения. И он подключается, конечно же, по USB. Все то же самое, кроме, конечно же, режима. Сейчас мы его поставим на то же самое место и посмотрим, как поменяется звук. Для того, чтобы все было честно, я, конечно же, перевел обратно в режим кардиоида. Потому что в предыдущей модели этих других стереорежимов нет. Поэтому нужно сравнивать, конечно, с тем, что есть. Итак, в общем, это микрофон K690. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И переключаемся на K679. Теперь этот звук пишется на микрофон Fifine K679. Это предыдущая модель. А у меня в руках Fifine K690. Как видите, они отличаются в размере. Ну и, собственно, в функционале тоже. Этот микрофон звучит примерно одинаково. То есть, мне кажется, у них одинаковая капсуль. Но дело в том, что этот микрофон может писать только в кардиоидном режиме. Несмотря на то, что с этим микрофоном идут хорошие, качественные такие вот подставки. Тут даже есть небольшие такие резинки для того, чтобы гасить вибрации, создаваемые столом. То вам, конечно же, советую купить обязательно какую-то стойку. Потому что вы можете этот микрофон поднимать, как вы захотите. А, допустим, если у вас будет только вот такая подставка, ваш микрофон будет слишком низко. И звук будет не такой качественный, как вы сможете, допустим, приподнять микрофон. Или вообще отодвинуть куда-то в сторону, чтобы не создавалось то же эхо от вашего монитора или же от вашего стола. То есть, в любом случае, стойка – это нужная вещь. И, конечно же, купите себе. Также можете купить еще дополнительно какой-то виброгосящий паук, который уменьшит все эти вибрации, которые может передавать сама стойка и, конечно же, стол. Единственный минус всех этих микрофонов – то, что у них плохой поп-фильтр. То есть, встроенный поп-фильтр, который у нас, который его не видно. Он, конечно же, улавливает вот эти вот себе P-F. Я не знаю, как это работает на самой новой модели, о которой я говорил в самом начале. Ну, их стоит, конечно же, проверить. Но, судя по обзорам, там все-таки это уже поправили. Что можно сказать, в общем, об этих микрофонах? Они сделаны очень хорошо. То есть, конструкция и сам дизайн, и также материалы корпуса у нас полностью металлические. И сделаны очень качественно. То есть, придраться вообще не к чему. То есть, видно, что старались. А также вы, конечно же, можете сами оценить качество звука. Нравится вам такой звук или не нравится? Ну, лично я скажу от себя то, что звук достойный. Особенно достойный той цены. Я думаю, этот микрофон бы в другой жизни стоил бы дороже. Поэтому стоит обратить на него внимание как на эту модель, так и на новый FIFI NK690. А также присмотреться к той модели, которая недавно вышла с динамическим микрофоном. Надеюсь, это короткое видео тебе было, как обычно, полезным. Также не забывай подписываться на мой инстаграм и еще группу телеграм, где я выкладываю новые интересные товары с Алиэкспресс, которые, возможно, вам также будут интересны. Всем пока!